молитва утешения при стрессе сильных переживаниях волнениях дорогой друг сейчас просто сядь или ляг поудобнее и попробуй положить эти слова из священного писания на свое сердце и в свой разум вспомни слово твое которое ты повелел мне уповать это утешение в бедствии моем что слово твое оживляет меня псалом 118 50 псалтырь 15 глава 7 стиха благословляю господа благословлю господа вразумившего меня даже и ночью учит меня внутренность моя всегда видел я пред собой господа ибо он одесну именно меня не поколеблюсь оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой даже и плоть моя успокоиться в уповании ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицом твоим блаженство в деснице твоей во век исаи 51 глава с 14 по 15 стих вернее с 11 по 15 стих и возвратятся избавленные господом и придут на сион с пением и радость вечная над головой их они найдут радость и веселье печаль и вздохи удаляться я я сам утешитель ваш кто ты что боишься человека который умирает и сына человеческого который того тоже что и трава и забываешь господа творца твоего распростершего небеса и основавшего землю и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя как бы он готов был истребить но где ярость притеснителя скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе я господь бог твой возмущающий море так что волны его ревут господь саваоф имя его евангелие от иоанна двадцать шестого стиха иисус говорит утешитель же дух святый которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорю вам утешитель дух святой уже в тебе дорогой друг и он учит тебя всему и напоминает тому что иисус говорил первое коринфянам вернее второе коринфянам первая глава с 3 по 5 стих благословен бог и отец господа нашего иисуса христа отец милосердия и бог всякого утешения утешающий нас во всякой скорби нашей чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением которым бог утешает нас самих ибо по мере как умножаются в нас страдания христовы умножается христом и утешение наше 2 философис салоникийцем 2 глава с 15 по 17 стих итак братья стоите и держите предание которым вы научены или словом или посланием нашим сам же господь наш иисус христос и бог и отец наш возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом псалом 22 4 твой жезл и твой посох они успокаивают меня 61 2 только в боге успокаивается душа моя от него спасение моё мотфея 11 28 иисус сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас дорогой друг иисус говорит тебе приди ко мне и я успокоить тебя солом 118 24 откровение твои утешение моё и советники мои 76 76 да будет же милость твоя утешение моим 77 ибо закон твой утешение моё 118 143 заповеди твои утешение моё дорогой господь пожалуйста коснись сейчас духом святым этого человека который сейчас нуждается в твоём утешение в твоем успокоение в том чтобы успокоиться согреться в объятиях духа твоего святого дорогой друг положи сейчас руки на себя и прими это утешение это успокоение от господа почувствуй его любовь прикосновение его божественного огня который успокаивает который сжигает всякий стресс всякое волнение всякое беспокойство спасибо тебе иисус именем силы и властью иисуса христа я говорю всякому стрессу вон во имя иисуса христа я приказываю всякому волнению покинуть это тело покинуть дух и душу во имя иисуса христа я говорю всякому напряжению оставь этого человека во имя иисуса христа всякий дух страха пошел вон во имя иисуса христа и больше сюда не возвращайся именем силы и властью иисуса христа я провозглашаю мир шалом радость утешение успокоение в этом духе душе и теле во имя иисуса христа радость от господа мира от господа атмосфера эдема наслаждение свет во имя иисуса христа да будет прославлен в этом утешение великий бог наш отец сын и дух святой аминь